В эфире Амурского областного новости. В студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Не оценили. Благовещенцам не понравился дизайн проект выставочного зала, разработанный хабаровским архитектором. Прогулки по мосту. Благовещенцы и гости города могут прокатиться на теплоходе до Международного моста через Амур. Стало безопасно. Дополнительное ограждение установили на детской площадке в Благовещенске, с которой на днях выпал ребенок. Все оттенки розового. Вечером 6 июня благовещенцы наблюдали необычный закат. Проект выставочного зала «Благовещенская», который архитектор из Хабаровска представила сегодня в точке кипения, вызвал бурное обсуждение. Амурским коллегам по цеху, а также общественникам, дизайнерам, художникам новое арт-пространство не понравилось. По проекту фасад выставочного зала исполнен в белом цвете. Светлые тона, по мнению амурчан, после первого же дождя станут ржавыми. У хабаровского специалиста были решения по изменению планировки объекта. Проблему здесь в перспективе может вызвать поправки в градостроительный план областной столицы, считают благовещенские архитекторы. Эксперты решили доработать будущий внешний вид культурного помещения. Развивать сельское хозяйство и добывать полезные ископаемые Амурская область планирует вместе с индийскими специалистами. Возможные варианты сотрудничества с представителями азиатской страны обсудил губернатор Амурской области Василий Орлов и посол Индии Венкатэш Варма. Встреча чиновников прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Василий Орлов и Венкатэш Варма обсудили возможность поездки амурской делегации в Индию. Рабочая командировка планируется в рамках визита полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В работе могут принять участие амурские компании, заинтересованные в сотрудничестве с предприятиями Индии. А вот о том, что амурская соя пойдет в Китай, известно уже сейчас. Глава при Амуре встретился с вице-президентом крупнейшей мировой госкорпорации Ковко Групп, господином Чи Цзинтао. Эта компания – крупнейший производитель продуктов питания в КНР. Одна из государственных холдинговых компаний пищевой промышленности. По мнению Василия Орлова, это сотрудничество крайне важно для региона. В июне амурская делегация отправится с рабочим визитом в Пекин. В рамках Петербургского форума состоялось заседание консультативной комиссии госсовета. В числе участников – первый замруководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава российских регионов. В ходе заседания обсудили реализацию нацпроектов, а также возможность региональных бюджетов. Переселение амурчан из аварийного жилья – тема встречи амурского губернатора и заместителя председателя российского правительства. Василий Орлов и Виталий Мутко обсудили переселение граждан в городе Сковородино. Напомним, дома по улице Василевского находятся в критическом состоянии. Часть жильцов уже переехали в маневренный жилой фонд, однако необходимо решить вопрос с расселением остальных жильцов. Сегодня при Амуре утребуется федеральная поддержка. Вопрос находится на контроле губернатора Амурской области Василия Орлова. Немецкое крупногабаритное оборудование доставят для третьей технологической линии Амурского ГПЗ. Речь идет о втором спирально-витом теплообменнике. Установка прибудет на газоперерабатывающий завод уже этим летом. Новое оборудование совместно изготовили немецкое предприятие Линдэй и компания силовые машины Санкт-Петербург. На сегодня завершен монтаж ключевого оборудования для криогенного разделения газа и сжижения гелия на первых двух технологических линиях завода. Подготовлен фундамент под размещение крупногабаритного оборудования третьей линии. Амурчане и гости при Амуре могут проехать по Амуру к Международному мосту с 8 июня. По реке начинают работу рейсы до уникального объекта в Каникургане. Прогулки на теплоходе планируются в субботу и в воскресенье. Время отправления 15.00. Теплоход рассчитан почти на 200 человек. Попасть в набор пассажиры смогут с причала номер 6 на улице Театральная 1. Стоимость билета 250 рублей. Чтобы рейс состоялся необходимо минимум 15-20 человек. Подробности можно уточнить в справочной службе пассажирского порта Амурасо по телефону 59 57 64. В Чите задержали экс-начальника службы тыла областного ОМВД Михаила Рабканова. Подозревают в хищении крупной суммы, выделенной на ряд контрактов по тыловому обеспечению полиции Амурской области. Нарушение выявила проверка из МВД России. Михаил Рабканов уволился со службы сразу после того, как в управлении прошла проверка. После этого полковник полиции подался в бега. Сотрудники УФСБ по Амурской области смогли найти его в Чите, где произвели арест, а после этапировали в Благовещенское СИЗО. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 283 Уголовного кодекса России злоупотребление должностными полномочиями. Интересно, что бывший руководитель Михаил Рабканов в 2018 году был награжден медалью за доблесть в службе. Сегодня утром на 963-м километре федеральной трассы Амур произошло смертельное ДТП с одним пострадавшим. Столкнулись легковой автомобиль Toyota Fielder и грузовая фура MAN. На место ЧП спустя две минуты выехала дежурная смена в составе трех человек пожарной части села Тыгда. К моменту прибытия спасателей женщина, находившаяся в легковой машине, не подавала признаков жизни, а водитель серьезно пострадал. Чтобы извлечь тело погибшей, специалистам пришлось вскрывать деформированную от удара дверь. Все аварийно-спасательные работы длились 15 минут. Мужчину с травмами доставили в Магдагачинскую больницу. Причина ДТП устанавливается. Детскую площадку, с которой выпал ребенок в Благовещенске, обезопасили. Специалисты городского управления капитального строительства установили на конструкции дополнительные перекладины. Напомним, несчастный случай на детской площадке, установленной на набережной, произошел 3 июня. Двухлетний мальчик, бежавший по второму этажу игрового комплекса, упал с высоты и был госпитализирован. У ребенка перелом ключицы. Малыш выпал через один из проемов аттракциона. После этого случая в администрации приняли решение закрыть опасные пустоты. В мэрии напоминают, что конструкция предназначена для детей старше 6 лет. Те, кто еще не достиг этого возраста, здесь должны находиться под присмотром старших. Почти 100 добровольцев пожелали помочь раскрасить детскую площадку отделения онкогематологии детской областной больницы. Сегодня в новой игровой нуждаются дети, которые находятся на лечении, иногда годами. Клич о помощи бросили руководители благотворительного фонда «Добро без границ». Подробности у Вероники Федореевой. Эта публикация размещена в инстаграм-аккаунте «Подари ребенку жизнь». Кадры с открытия новой детской площадки. Ее сделали практически с нуля, еще два года назад. На этом месте, кроме полуразрушенной беседки и пары лавочек, не было ничего. Ровно так, как на соседней детской игровой, которая принадлежит другим больничным отделениям. Идея установить здесь песочницу, горку, качели, спортивные и игровые комплексы, обновить уже имеющиеся объекты пришла Анне Захарченко. Она является руководителем благотворительного фонда «Добро без границ». Анна не понаслышке знает, с чем сталкиваются маленькие пациенты, их родители и как нужны игровые зоны онкобольным детям. «Я сама с дочерью здесь проходила лечение, моя дочь. После этого возникла идея создать фонд. Это попросили его наши врачи, замечательные, попросили сделать такой фонд. Я не смогла отказать, потому что хочется помогать им в их непростом и нелегком деле. То есть, когда ты был внутри этой больницы, ты знаешь, чем мамочки и дети дышат, знаешь, чего там не хватает. Соответственно, площадка – это одно из того, чего не было здесь совсем». Деньги на возведение новых игровых и спортивных комплексов, а это более 300 тысяч рублей, выделил один из благовещенских спонсоров. Своё имя он предпочёл оставить инкогнито. Кстати, он же дал средства на обновление площадки. На покраску забора, лавочек, беседки, песочницу ушло свыше 30 банок краски, 80 кисточек и почти столько же пар перчаток. Желающих помочь пришло около сотни человек. Во время акции организаторы ездили докупать инвентарь. Добровольцы маркой работы не боялись, красили игровые объекты голыми руками. «Дети, лечащиеся здесь, нуждаются не только в лечении, но и в благоустройстве. Так как, чтобы детям было приятно находиться на площадке, чтобы детям было приятно здесь играть и проводить своё время. Я думаю, каждому приятно, когда вокруг тебя всё красиво, благоустроено, покрашено, всё цветёт и пахнет». На покраску детской площадки онкогематологии пришли студенты, школьники, работники разных организаций, отозвались и сами медики. «Здесь речь идёт о детях с таким страшным заболеванием, как онкология. Им требуется повышенное внимание и участие со стороны взрослых. Сегодня мы приведём в порядок для них детскую игровую площадку, сделаем её яркой и красивой для того, чтобы скрасить им длительное пребывание в стационаре». Ежегодно в онкогематологическом отделении лечения проходят около 300 маленьких амурчан. Некоторые из них годами находятся в окружении больничных стен и постоянных медикаментозных процедур. Игровая площадка для них становится единственным местом, где ребята могут забыть о лечении и окунуться в своё настоящее детство. Вероника Федореева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. 24 детских игровых комплекса обустроят во дворах многоквартирных домов Белогорска этим летом. К тому же приступили к монтажу конструкции. Этим занимается сразу несколько управляющих компаний города. На остановку площадок из местного бюджета выделили 3 миллиона рублей. Всего в программу благоустройства дворовых территорий в 2019 году включены 22 группы домов. Работники управляющих компаний Белогорска сейчас ведут подготовительные работы по установке комплексов, подсыпают песок и бетонируют основания. Все детские игровые площадки, а также разного вида песочницы, качели, карусели оборудуют до конца июня. Первый двор, где появятся новые площадки, расположенные по адресам Никольское шоссе 170 и 50 лет Комсомола 106А. Кстати, за последние 10 лет в Белогорске установили тренажеры и комплексы более чем на 170 придомовых территориях. Пока для одних юных амурчан обустраивают игровые комплексы, другие время с пользой проводят у бассейна под открытым небом. Его установили в Благовещенске во дворе дома по улице Студенческая, 34. Бассейн разместили на детской игровой площадке. Рядом с ним для удобства уложили дощатый настил. По словам очевидцев, инициатором такого аттракциона выступил один из жильцов дома. Он из своей квартиры протянул шланг с водой. Искусственный водоем не пустует. В солнечную погоду здесь можно увидеть немало детей, которые с полотенцами в руках выстраиваются в очередь, чтобы искупаться и отдохнуть. Амурские полицейские начали проверку по факту гибели косуля, которая забрела в один из районов Благовещенска. Следователями уже установлено, что животное было убито. В данное время устанавливаются и личности преступников. Почему обитатели леса выходят к людям и что может грозить городским браконьерам, расскажет Юрий Камышный. На этом видео, сделанном очевидцами, хорошо видно, как перепуганная косуля мечется по строительной площадке. Животное пытается выбраться из своей тюрьмы, бросается на заборы, сетку. И пока одни люди вызывают помощь, другие наоборот. Воспользовались беспомощностью лесного гостя. Молодую самку косули просто-напросто зарезали ножом. Так может поступить, я не знаю, только человек, ну живодер можно назвать его. Во-первых, животное было, действительно забежало, стресс для него, да, и не знал, куда одеваться. Я таких людей, честно говоря, не уважаю. Ну, не знаю, как их назвать. Оперативно после звонка очевидцев на место выехал экипаж полиции и инспекторы дирекции по охране животного мира. Специалисты опоздали всего на несколько минут, перед тем, как неизвестные успели убить животное. В отдел полиции города Благовещенска поступило сообщение о том, что двое граждан в одном из районов областного центра убили косулю. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Изъято мясо животного, которое направлено на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. С прошлого года охота на косулю в области полностью запрещена. В последние годы сложилась тенденция к снижению популяции этого вида. Убитая молодая самочка могла принести потомство. В охоту правлений говорят, потеря огромная. Но и наказание для преступников будет суровым. За это грозит уголовное преступление. Хоть в городской очереди, не в городской, да, хоть в лесу, да. Если сотрудники наши задержали или сотрудники полиции, то уже заводится в уголовное дело. Ну и считается крупным ущербом. Самка 120 тысяч. Это считается крупным ущербом. А еще любителям дикого мяса может грозить крупный штраф до одного миллиона рублей. По нашей информации, одного из живодеров задержали личности и еще двоих. Их хорошо видно на этих кадрах устанавливают. Охотоведы просят всех граждан, которые увидели животное в городе, сразу же звонить 112. Служба сама направит на место нужных специалистов. Юрий Камышный, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Все оттенки розового вечером 6 июня благовещенцы наблюдали необычный закат. Такое оптическое явление появилось на вечерней заре перед грозой. Палитру из малиновых и пурпурных цветов было видно во всех уголках столицы. Фотографии заката Амурчане опубликовали и в социальных сетях. Пока одни пользователи соцсетей любовались закатом, другие предположили, что такое сияние предсказывает ветреную или наоборот жаркую погоду. Правда, по словам синоптиков, явление назвать необычным нельзя. Ведь по своим физическим свойствам атмосфера Земли неоднородна. Она состоит из разных слоев воздуха, которые иногда могут работать как фильтры или линзы. Солнце всходит или заходит, поэтому быстро меняется угол солнечных лучей, под которыми освещаются облака. Тем более, что как раз все помнят, что был грозовой очаг. Я думаю, что может быть, когда-то такое повторится. И когда-то, скорее всего, было, когда у нас было чуть меньше фототехники у нас в руках. Просто удалось зафиксировать, полюбоваться и восхититься. А в плане погоды, в плане погоды это ни на что не повлияло. И никаких последствий таких особенных каких-то тоже не повлечет. Как грамотно окунуть юного лицидея в актерское мастерство? Этому учил амурских режиссеров и руководителей театральных студий педагог из Хабаровска. На протяжении нескольких дней он при помощи будущих артистов показывал обучающие тренинги, на одном из которых побывала Ольга Сысой. Абсолютно серьезный взгляд. Очень серьезные люди. Твоя задача – подходить к каждому и пытаться его расколоть. В этом учебном спектакле длительностью 72 часа главную роль исполняет доцент кафедры режиссуры, актерского мастерства и сценической речи, худрук Хабаровского музыкального театра Сергей Листопадов. Его партнеры – более 20 воспитанников театральных студий Благовещенска. Их задача – показать зрителям, художественным руководителям, как правильно научить своих подопечных быстро и ассоциативно мыслить. Занятия проходят в форме тренингов, и пока одни усердно записывают, другие души веселятся. По мнению Хабаровского наставника, чтобы стать хорошим актером, требуется трудолюбие, любовь к профессии и, самое главное, талант. Без него никак признается театрал. У меня педагог, его уже нет в живых, он говорил так. Я, когда был молодым, думал, что я даже обезьянку смогу научить играть. А уже когда он был в возрасте, он сказал, что я ошибался. Обезьянку, не каждую обезьянку научишь играть на сцене. До войны из запасов никаких не было. Карточки все, лишь деменческие, по 125 грамм. А этот худенький мальчик в телогрейке, монолог которого буквально заставляет рыдать уже опытный актер. Ростислав Изюров, участник тренинга, на сцену попал 3,5 года назад по настоянию своей мамы. Признается, что поначалу он не впечатлился, но сейчас он и сам может дать небольшой мастер-класс, как правильно подготовиться к спектаклю так, чтобы выдать роль без запинки. Ну, есть УА, то есть трубочка, улыбка. УА, УА, УА. Еще можно язык в трубочку. Эти упражнения разминают язык, губы к ним приливают кровь, и они работают более интенсивнее, лучше, и меньше ты можешь запинаться. Галина Лукьяненко, художественный руководитель театральной студии, за знаниями приехала из Михайловки Благовещенского района. С блокнотом и ручкой в руках она внимательно наблюдает за происходящим, чтобы потом все до последнего слова передать своим детям. Особенно женщину впечатлил урок с игральными картами, где дети должны только глазами показать ранг той карты, которая им выпала. Мои дети еще не умеют так погружаться в себя, а это важно на сцене для актера, поэтому, мне кажется, это упражнение им будет очень интересным и как бы обучающим. Всего на актерских курсах повышения квалификации побывали 10 режиссеров-постановщиков и руководителей театральных коллективов из Благовещенска и Благовещенского района. По окончанию занятий каждый получит специальный сертификат о повышении уровня актерского мастерства. Ольга Сысой, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Диктант на профессиональную тематику написали студенты Амурского государственного университета. Такое испытание для своих потенциальных сотрудников впервые провела дальневосточная распределительная сетевая компания. Акция прошла в пяти дальневосточных регионах, участие в ней приняли более 300 студентов. Кто стал победителем в Амурской столице и какие ошибки чаще допускали будущие энергетики, расскажет наш корреспондент. «Ежедневная, ежесекундная ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь коллег далеко не каждому по плечу». Современный инженер обязан не только соответствовать высоким профессиональным требованиям, но и быть грамотным по словам организаторов. Главной целью диктанта стала проверка уровня знаний русского языка у будущих энергетиков и дальнейшая профессиональная ориентация студентов. Текст подобрали соответствующий, дарующий свет. «Текст, естественно, мы согласовывали с филологами. Согласовывали с энергетиками, чтобы составить его, чтобы он был все-таки профессиональный такой, да. Ну и согласовывали там с вышестоящими организациями, с нашими, с курирующими, с холдинговым Росгидро, для того, чтобы они увидели, что мы даем студентам. Это же не просто текст. Это текст такой, продвигающий профессию, объясняющий, да, кто такой энергетик, в чем его сложность работы». Текст небольшой, но в нем было много профессиональных терминов, таких как «изоляция», «киловат» и другие. В Благовещенске тестирование прошли более 70 студентов энергетического факультета АМГУ. Директор Амурского филиала ДРСК считает, подобные испытания ребятам только на пользу. «Нужно для того, чтобы еще раз молодых людей сориентировать, что же такое профессия электроэнергетика. Это первое. Второе. Дать понять, что инженер, который выйдет из стен этого учебного заведения, должен владеть русским языком не меньше, чем именно какими-то техническими дисциплинами, потому что выражать свои мысли инженер должен все-таки чаще на русском языке. И он должен выражать их грамотно». Возможности списать не было. Каждый получил чистый бланк и ручку. На тестирование отвели 30 минут. В целом, отмечают специалисты, будущие энергетики заданием справились. Но были и ошибки. «Встречалось типично неправильно написанное слово «электромонтер». «Электромонтер» он пишется, а написали через букву «А». Или электроснабжение и энергооборудование, и молния защита писали как два слова, а это слитно нужно писать одно слово. К сожалению, этим страдают все. Поставить правильно запятые, двоеточие, тире, правильно оформить прямую речь или диалог. Ну, наверное, в школе мы это проходили, но уже забылось». Ольга Коржова – единственный аддиктант, написала без единой ошибки. И неудивительно, ведь несколько лет назад, будучи выпускницей, она стала одной из тех, кто ЭГЭ по-русскому сдал на 100 баллов. «Поэтому особо сложности для меня не было. Это было даже интересно, потому что на лекциях мы не пишем прямую речь, какие-то сложные обороты. И было интересно вспомнить, помнит ли моя рука такие сложные слова. И это очень приятно, это поднимает свою самооценку. Особенно сейчас, когда очень сложный период, мы пишем дипломы, сдали ГОСы». Как призналась Ольга, в дальнейшем она планирует связать свою жизнь с энергетикой. А поможет ей в этом сертификат отличника. Остальные участники акции получили именные свидетельства, которые также открывают путь в профессию, а еще дают плюсом 2 балла при поступлении в магистратуру по этой специальности. Это пообещал декан энергетического факультета. Ростислав Азизов, Роман Юдаков, Владимир Петренко, Амурско-областное телевидение. На этом выпуск завершен. Напомню о развитии этих и других событий. Вы всегда можете узнать на нашем сайте amurobl.tv. Вы заходите также в инстаграм-аккаунт Амурского областного. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Амурско-областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова